Наша церковь, она уникальна, как вы знаете, состоит из очень разных людей, разных конфессий, разных национальностей. У нас есть люди консервативные, есть прогрессивные. И что ценно, что мы долгое время уже вместе, и мы можем уважать и, главное, вмещать друг друга. Слава Богу за это! Слава Богу! То тогда ты вообще не понял смысл христианства. То ты ничто. Самое главное – это любовь, это наше отношение к людям. И это и является плодом духа. И мы говорили, что иметь плод важно и правильно. Но иметь плод и дар – это еще лучше. Миллионы христиан сегодня на разных континентах молятся или говорят на иных языках. И краткий обзор первой части. Мы с вами говорили о том, что такое крещение Святым Духом. Для тех людей, кто никогда с этим не сталкивался, это когда люди, уверовавшие, верующие люди, имеют сверхъестественную способность, данную Богом, говорить, молиться на языках, на которых они никогда не учили. Мы также с вами говорили о двух таких терминах немножко теологических – ксенолалия и гласолалия. Ксенолалия – это когда человек молится, говорит на ином языке, то есть непонятном языке. И это язык другого народа. Сам он его не изучал, но он сверхъестественно получает дар. И он молится, и это существующий иностранный язык. Второй вариант – это гласолалия. Когда человек молится или говорит на ином языке, но его никто не понимает, такой язык на земле не существует. Это тоже важно нам усвоить. Ну и еще, друзья, мы с вами говорили разница между крещением Святым Духом и рождением свыше. И важно, чтобы все христиане не запутались и понимали, что каждый рожденный свыше человек имеет Духа Святого. Невозможно быть рожденным свыше, не имея Духа Святого. Поэтому, если вы рожденный свыше человек, вы имеете Духа Святого. Но говорение на иных языках – это дар Духа Святого. Также мы с вами говорили о том, что крещение Святым Духом не происходит во время водного крещения. Это разные события. Мы читали с вами тексты. Также мы говорили, что крещение Святым Духом и рождение свыше – это также два, это отдельный опыт. И мы с вами читали, вы можете об этом услышать больше в первой части. Потом мы прошлись по всем примерам Нового Завета, где встречаются подобные явления, говорения на иных языках. И в конце мы с вами говорили, если вдруг кто-то сомневается, возможно, крещение Святым Духом, говорение на языках непонятных – это что-то от дьявола, это что-то такое странное, непонятное, подозрительное. Мы говорили, отвечая на эти вопросы, и говорили, что в итоге судите по плодам, по тем у тех людей, которые имеют этот дар. Итак, друзья, переходим ко второй части. Вначале хотел бы сказать, что крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым важно вот что знать. Крещение Духом Святым – это одноразовое явление. Человек получает дар со знамениями иных языков. А исполнение Духом Святым – это многоразовое действие, к чему нужно стремиться и постоянно искать. Написано, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Итак, дальше, друзья, тема нашей проповеди – три вида иных языков. Я сразу предлагаю вам структуру на экране, чтобы вам было легче следовать. Сегодня тема будет немножко, много будет текстов. Следите, запоминайте, записывайте. Я думаю, что для многих это будет полезно. Итак, первый вид иных языков – это дан для личного назидания. И хочу, чтобы вы заметили, этот вариант не нуждается в истолковании. Второй вариант – это общие назидания. Иные языки для общего назидания. И этот вид иных языков нуждается в истолкователе. Я расскажу чуть позже, что это. И третий – это знамение для неверующих. И этот вид тоже не нуждается в истолкователе. Итак, идем по порядку. Первое – личное назидание. Читаем с вами 1 Коринфянам 14 глава, 2 стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает Его. Он тайны говорит Духом». Итак, начнем по порядку разбирать каждое слово. Кто говорит на незнакомом языке? Это имеется в виду французский, китайский или имеется в виду иной язык, который люди получают как дар Святого Духа? Важно видеть контекст. Всегда изучая Библию, смотрите контекст. 14 глава Коринфянам. Если вы посмотрите, вся глава, контекст, главная тематика – иные языки и пророчества. Поэтому мы из контекста сделаем вывод, что, конечно же, когда мы говорим, кто говорит на незнакомом языке, здесь говорится не за китайский, а говорится за иной язык, который люди получают во время крещения Святым Духом. Дальше. Написано «говорит не людям». Очень важно. «Не людям». И дальше написано «никто не понимает». И здесь тоже важно увидеть. Помните, я вам дал структуру? Иной язык, который существующий язык, который люди сверхъестественные, никогда не изучая, вдруг могут говорить на каком-то языке племени или на китайском. А есть язык, который не существует. И здесь вот написано «никто не понимает». То есть, значит, есть говорение на иных языках. Языка такого на земле иностранного нет, не существует. Написано «никто его не понимает». Дальше. Написано «говорит не людям, а Богу». Тоже важный момент. Почему? Никто не понимает и говорит Богу. Когда мы изучаем тему иных языков, то вы встретите такое слово в Писании «истолкователь». И вот здесь важно разобраться, что такое «истолкователь». «Истолкователь» — это человек, который по-другому переводчик. Кто-то говорит на ином языке, никто не понимает этих слов. А есть человек, который имеет дар Духа Святого. Это тоже сверхъестественный дар Духа, который может переводить. Сам не изучая этого. Это ему Бог дает такой дар. Истолкование. И когда мы говорим об иных языках, то здесь еще как бы важно увидеть, что в этом тексте конкретно мы понимаем, что если человек говорит на иных языках и написано «не людям, а Богу», то у меня вопрос «нужен ли истолкователь?» говорит не людям, а Богу. Здесь важно разобраться. Вот это тот вариант, вот это тот вид иных языков, где истолкователь не нужен, потому что обращение идет не к людям, обращение идет к Богу. И здесь сделаем вывод, что эта личная молитва на иных языках адресована только Богу. Поэтому, когда мы говорим о даре иных языков, это может быть дар именно личная молитва на иных языках. Кто, например, думает, что иные языки это были даны только апостолам, и это были только языки существующие, иностранные языки, а не просто непонятные звуки или слова бессмысла, то тогда им будет трудно объяснить вот этот текст Писания, где написано «никто не понимает». А если думать, что иные языки, которые были даны апостолам, их понимали, об этом описано Деяние 2 глава, тогда как объяснить этот текст, который мы с вами читаем на экране? А этот язык никто не понимает. Вот вам и вывод, что значит есть иные языки разных видов, которые никто не понимает, а есть те, которые понимали, потому что в Деяниях об этом написано. Дальше, друзья, что такое «говорит духом»? В этом тексте написано «он говорит духом», говорит тайны Богу духом. Что значит «говорит духом» или по-другому «молится духом»? Как это на практике? Снова изучаем контекст. Очень важно в Библии всегда смотреть контекст. 14 глава, 1 Коринфянам, конечно же, очень ясно, ярко. Вся тематика – говорение о иных языках. Поэтому, когда мы говорим «говорит духом» или «молится духом», то, конечно, имеется в виду, он это делает на иных языках. Подтверждение этому в этом же тексте написано «никто не понимает». То есть, это не французский или английский. И в этом же стихе дальше объясняется, почему это приемлемо, почему это в церкви допустимо, что кто-то молится на иных языках, для кого-то со стороны кажется какой-то смысл, как-то странно выглядит. И здесь объясняется, здесь же. Потому что он говорит это Богу и говорит тайны. И следующий вопрос – что такое тайны? Что за тайны? Тайна в том, что человек, который молится на этом ином языке, он сам не понимает, что он говорит. Для него это загадка, тайна. И люди вокруг него тоже не понимают, что он говорит. Для них это тоже тайна. А для Бога, естественно, тайн нет. Конечно же, он это все понимает. И у вас возникает логичный вопрос. Какой смысл такой молитвы? Тот, кто молится, сам не понимает. Люди вокруг ничего не понимают. Правда, вы хотели задать такой вопрос? А какой же смысл этого всего? Я рад, что вы спросили. 1 Коринфянам 14,4, чуть ниже дается сразу объяснение. В этой же главе, просто стих ниже. Кто говорит на незнакомом языке, мы разобрались, да, что это не китайский, это иной язык, тот назидает себя. Важно, важно, важно это не пропустить. Тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Итак, друзья, предназначение, цель иных языков – назидание. Это слово употребляется часто в Писании, в Новом Завете – назидание. Да будет это для назидания вашего. Назидание, то есть, это полезно, это укрепляет, это содействует, это во благо тебе. И есть два варианта назидания. Один вариант – личное назидание. Другой вариант – общее назидание. Мы, помните, с вами говорим о разных видах иных языков. Так вот, друзья, здесь вот говорится «назидает себя». Это какой вид языков? Личное назидание. Помните, да, никто не понимает для личного. Что такое назидает? У вас на экране появляется определение. Это слово употребляется в Библии под номером стронга 3618. Мы с вами уже изучали, что такое номера стронга, помните? Вы можете под этим номером найти все слова, которые употребляются в других текстах Писания, вы оттуда доставая оригинальный смысл и понимая контекст. Так вот, назидание – это по-другому в переводе «строит». Строит себя внутри, укрепляет, усиливает. Приведу вам один текст, который имеет это же слово. Матфея 7,24, когда Иисус говорит, что слушает мои слова и исполняет. Не только слушает, а исполняет. То уподоблю его мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И вот это слово «построил» имеет тот же самый номер стронга, как у вас на экране 3618. Назидает и построил одинаковое слово в оригинальном тексте Писания. Значит, вот это строит на камне основание, чтобы тебя не шатало, не штормило. Вот для чего нам дано назидание. Это тоже самая мысль. Итак, друзья, назидает себя тот, кто молится на иных языках, который имеет этот дар. Поэтому, друзья, человек сам того не понимая, кто молящийся, он имеет пользу от этого. Это невидимый внутренний духовный процесс, который укрепляет мой дух. Конечно же, я практиковал, пробовал это не один раз, когда кажется непонятно, незаметно. Но вот после молитвы на иных языках ты чувствуешь, когда у тебя меняется настроение, меняется направление. Ты просто что-то по-другому. Все твое естество, оно получает пользу. Это духовный процесс, который человек иногда не может объяснить. Но почему мы на нем основываемся? Почему мы за это сейчас говорим? Потому что оно написано в Священном Писании. Вот для нас это основание. Потому что это в Библии, мы читаем это в текстах Писания. Дальше написано, желаю, чтобы вы все говорили языками. Чтобы все говорили языками. Какими языками? Испанскими, немецкими? Мы уже разобрались. Контекст какой? Контекст здесь говорит о иных языках. Дальше вопрос. Если бы это было невозможным сегодня, невозможным для всех, стоило бы, логично было бы апостолу Павлу писать об этом. Желаю, чтобы вы все говорили языками. А дальше у меня вопрос. А каким видом языков имеется в виду? Ксенолалия или гласолалия? Какими языками желаю, чтобы вы все говорили? Ксенолалия. Правильный ответ – гласолалия. Да. Потому что... Почему? Потому что в этих текстах мы с вами также читаем, что есть языки, которые люди не понимают. Назидает себя. Другие не понимают. А вот есть другой вариант. Но лучше, чтобы вы пророчествовали и там же, там же, дальше. Просто это не на экране у вас написано. Но если человек будет изъяснять, то есть истолковывать, переводить, тогда на языках нормально. То есть это подтверждение того, в этом же тексте, стих дальше, если вы проверите, говорится о том, что, значит, говорится о языках, которые люди не понимают. Потому что там же написано, если будешь истолковывать, тогда нормально. А если нет, то лучше, чтобы пророчествовало. Итак, друзья, личная молитва на иных языках для личного назидания. Дальше. 1 Коринфянам 14, 27. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или трое, порознь, один изъясняй. Вот видите, это слово изъясняй. То есть переводи, истолковывай. Итак, здесь тоже важно разобраться. Если нет истолкователя, переводчика, что делать? Написано, в церкви молчи. Итак, друзья, вопрос. Значит, в церкви вообще нельзя молиться на иных языках? Потому что написано в церкви молчи, если нет истолкователя. То есть то, что ты говоришь, обращаясь к людям. Вот если бы я обратился ко всем присутствующим в онлайн, на иных языках, то люди бы не поняли, что я говорю. И в этом не было бы пользы. И у некоторых возникает вопрос, значит, в церкви вообще нельзя молиться на иных языках? Нужно всегда молчать. Так ли это? Этот же стих, читайте, вот следите за текстом. Этот же стих говорит, молчи в церкви, запятая, а говори себе и Богу. То значит, можно говорить или нельзя? Можно, только себе и Богу. Еще раз, эта же идея, это твоя личная молитва, личная, адресована только Богу. Поэтому публично на иных языках здесь имеется в виду, не стоит там выделяться, привлекать внимание как-то на себя, обращаться ко всем на иных языках. Это личная молитва. Ты говори только себе и Богу. Как вот если бы я молился на русском, на английском, или на иных языках. Вот это твоя личная молитва. Поэтому здесь мы видим, что Павел не запрещает гласолалию, но объясняет, вносит ясность. Дальше, друзья, если эта молитва на языках как пророческое слово, и если столкователь, то это другой вид молитвы, мы к этому еще доберемся. Еще, друзья, хотел бы прочитать один текст, который тоже очень ярко показывает, что молитва на иных языках, это может быть непонятный язык, это не обязательно наречие других народов. Читаем с вами 1 Коринфянам 14, 14. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, на каком незнакомом? На ином языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода. Вопрос, что же делать? Стану молиться духом и стану молиться умом. Буду петь духом и буду петь умом. Снова давайте напомним друг другу контекст. Какой контекст? 14 глава 1 Коринфянам. Иные языки. Вся глава идет об этом. И дальше эта глава регулирует, объясняет разные виды молитв. И вот здесь снова употребляется слово молясь духом. Что такое молясь духом? Снова мы обращаемся к контексту. Мы уже разбирали, что это такое. И вот здесь вот молясь духом, когда человек может обращаться или в молитве, кто имеет этот дар, может молиться на ином языке. Это один вариант. А второй вариант, он может молиться на русском, на английском. И вот здесь вот это показывает этот контраст. Он говорит, я буду или стану молиться духом и стану, могу также молиться умом, понятными словами, которые и для меня, и для людей очень понятны. Поэтому, друзья, здесь вот важно снова увидеть разные виды иных языков и разные виды молитв. И еще интересно, что здесь вот написано, до этого мы с вами читали тексты, кто говорит на незнакомом языке. А здесь вы заметили, какое слово употребляется? Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, есть как бы идея думать, что говорит на иных языках, это был исторический факт, который только для других людей, народов, ты говоришь на языке, и на странном тебя понимают. Но здесь подчеркивается молюсь. То есть снова это молитвенный язык. Я молюсь на незнакомом языке. Дух мой молится. И потом, если я имею этот дар, то я могу молиться и на русском, и на иных языках. Я могу переключаться. У меня есть и то, и то. Вот почему он говорит, я могу и петь на иных языках, могу и молиться. Иногда, например, я могу ехать в машине, включить какую-то песню христианскую, прославление, и могу под эту мелодию просто петь на языках. Меня это назидает. Меня это внутри. Вот то, о чем мы читали. Помните, да, что это назидает кого? Себя. То есть я внутри созидаюсь. На меня это влияет. Это вот дар Святого Духа, который Бог дал своим же детям, уверовавшим, которые могут укрепляться, когда ты разбитый внутри, когда ты расстроенный, когда ты даже не знаешь, о чем молиться. Вы знаете, что в текстах Писания мы читаем, ибо мы не знаем, о чем молиться. Помните, верующие? Не знаем, о чем молиться. А мы думаем, нет, мы знаем. Это мы так думаем, что мы знаем. Это как наши дети говорят, нет, папа, нужно делать так. Мы думаем, ай-яй-яй, сынок, как же ты ошибаешься? Он думает, что он знает. Правда, да? Знакомый вариант. А вот точно так же и с Богом. Мы думаем, что мы знаем, о чем нужно молиться, что у Бога нужно требовать. Но, а вот есть другой вариант, когда мы переходим на иные языки. И здесь уже, друзья, мы с вами можем посмотреть еще на один интересный феномен, когда здесь написано, что буду молиться духом, буду молиться умом. И здесь, конечно же, когда человек говорит, буду молиться духом, мы с вами прочитали, то здесь интересный феномен происходит. Разум не задействован. Смотрите, разум написано, остается без плода. Что это? Как это работает? Это когда ты в молитве на иных языках, не ты логически решаешь, я буду молиться сейчас за вот этого внука, а теперь помолюсь за вот эту тетю Катю, а теперь помолюсь за то, чтобы дали рейс на работе. Нет, не ты решаешь, то есть не ты логично выбираешь. Это не твои идеи, которые исходят из разума. Разум остается. То есть это я молюсь духом. Видите, там так написано в тексте, надеюсь, что вы видите. То есть разум, он не участвует. Это не идеи, которые приходят по-человечески от нашего разума. Но когда я молюсь духом, когда я духом, кстати, духом человеческим, там с маленькой буквы, если вы будете изучать вот эти все детали, то вот с помощью вот этого дара иных языков я укрепляюсь, я назидаюсь, я получаю от этого пользу. Вот почему я это делаю. Итак, нормально? Не запутались? Окей, переходим с вами ко второму пункту. Общее назидание. Иные языки. Первый вариант. Личное. Второе. Общее. Я думаю, здесь вам эта ясность внесет для многих. Первое, Коринфянам 14, 5. Желаю, чтобы вы все говорили языками. Мы это уже разобрали, какими. Что это доступно для всех, как молитвенный язык. А есть другой вариант, как дар языков, как ксенолалия. Вот это уже не для всех. Но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве при том он будет изъяснять. Снова видите, изъяснять. То есть есть языки, которые непонятны. Чтобы и церковь получила назидание. Наш фокус, помните, назидание два варианта. Назидание личное и назидание общее. Здесь, чтобы церковь получила назидание. Значит, есть вариант, когда человек молится на иных языках, для общего назидания это возможно при условии. Какое условие? При условии, если есть истолкователь. Чтобы изъяснять, там написано, да? Если он будет изъяснять или переводить, чтобы всем было понятно. Чтобы вся церковь получила назидание. Итак, друзья, как это работает практически? Это когда человек верующий, рожденный свыше, имеет дар иных языков, он начинает обращаться к церкви на иных языках. И рядом возле него встает другой человек, который начинает это истолковывать, который начинает это переводить на нормальный язык. Тот, который говорит на иных языках, не понимает, что говорит. Тот, который рядом стоит, этот язык не изучал, но он имеет это тоже дар. Об этом тоже написано в послании к Оринфянам. Это дар истолкования, когда этот человек сверхъестественным образом начинает переводить то, что этот человек говорит, к церкви, на языках обращается к церкви. И это тогда стаёт понятным, тогда в этом есть смысл, есть тогда в этом польза, если есть истолкователь. Ещё есть вариант, когда сам тот же человек, который молится на языках, он сам себя истолковывает или сам себя переводит. Откуда я беру эту мысль? Следующий стих, 1 Коринфянам 14, 12. Написано, «Итак, ревнуя о дарах духовных, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими». Зачем? Зачем дары духовные? «К назиданию». Снова это, видите, вот это слово «назидание», то есть укреплению, усилению, построению церкви, а потому говорящие на незнакомом языке, незнакомом языке, молись о даре истолкования. Заметили? То есть сам тот, который молится, сам молись о даре истолкования и сам себя сможешь переводить. Конечно же, эти явления, они встречаются далеко не часто. Но, например, я в своей жизни встречал, слышал, видел, когда это происходило в церкви. Я знаю, что есть люди в этом зале, которые тоже это переживали, подобный опыт. И здесь уже, конечно же, этот вариант второй, это уже для общего назидания. Хочу еще также, чтобы мы, друзья, увидели, что в послании к коринфянам, вообще в коринфянской церкви, было достаточно много, мягко скажем так, сложностей, проблем и недопониманий. Они вроде бы были духовные, у них было много духовных даров. Если вы прочитаете коринфянам 12 по 14 главу, там много у них дарований духовных. Но у них при этом были перекосы. То есть духовность тоже иногда нужно приводить в порядок. Иногда люди думают, что если это духовность, то значит там все. А Павел их обличает, учит, разъясняет, друзья, то, что вы супердуховные, это классно. Но есть проблемы. Люди, которые приходят в сне, люди, которые новые, люди, которые могут увидеть вот то, что у вас здесь творится, и написано как в Писании, подумают, что вы беснуетесь. Вы скажете, да, правда, правда, так я такое видел. Но в этой же Библии и в этой же главе написано «Иные языки знамения для неверующих». Кажется, как будто бы такой конфуз получается. Но там все, если вникнуть, все разъясняется. Но чтобы вы понимали, какая разная может быть реакция людей, если они не знают, не вникая в Писание. И вот иногда бывает, что люди теряют баланс вот с этими дарами духовными. Иногда где-то перегибают, иногда где-то теряют, иногда где-то их заносит. И вот здесь вот нужно иногда их где-то поправлять, где-то останавливать, где-то направлять. Вот это то, что делает апостол Павел. Когда говорить, когда молчать, когда это лично, когда публично. Истолкователь нужен, не нужен, зачем и так далее. Поэтому, друзья, дальше мы с вами смотрим, что он переходит от иных языков к пророчествам. Мы читаем с вами «Ревнуйте», если можно вернуться на стих назад, «Но лучше, чтобы вы пророчествовали, чтобы церковь получила назидание». Помните, да, этот текст? И здесь у нас возникает вопрос, подождите, но там написано «Желаю, но чтобы вы пророчествовали». Лучше, чтобы вы пророчествовали. И возникает вопрос, подожди, вы это кто? Может быть, Иван Петрович думает «Ко мне на вы?» Нет, это вы все. Вы. Вы пророчествовали, и человек получит, подождите, так я не пророк. Как это я могу пророчествовать? Ну, там же написано, чтобы вы, желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. И возникает вопрос, а что это значит? А как это? Как это я пророком стану? И здесь нужно тоже, важно разобраться, что такое пророчество. На следующем слайде вы видите, пророчество стоит под номером Стронга, на экране у вас 43.95. Благодаря этому номеру вы можете изучить, где еще упоминается это слово, в каком контексте это упоминается, и что оно значит. Есть две крайности в вопросе пророчества. Первое, когда, например, человек говорит, что пророчество имеется в виду проповедь, Божье слово проповедуется, вот это и есть пророчество. Других вариантов пророчеств сегодня нет. Один взгляд. Другой взгляд пророчества, это когда человек встает и на иных языках что-то говорит, люди это не понимают, потом кто-то это истолковывает, или он сам себя переводит, и вот это называют пророчество. Это другой вариант. А других вариантов не существует. Но если мы изучим вот это слово пророчество, то мы увидим, что его значение, определение намного шире, намного больше. Есть и тот, и тот вариант, и есть еще что-то даже между. Есть вариант действительно, когда пророчество может быть проповедь. Божье слово написано, кто помнит? Это вернейшее пророческое слово. Когда человек берет это Божье слово, Библию, проповедует его. Особенно если он с Богом в хороших отношениях, он вдохновлен Духом Святым, и он говорит слово для определенной местности, для определенной группы людей. Для них оно звучит, пронизая их сердце, как пророческое слово. Второй вариант, это сверхъестественный вариант, когда человек просто встает и говорит какое-то слово, и это на иных языках, и это может быть, он говорит о каком? О будущем. Это может быть тоже вариант. А еще, друзья, есть вариант, если вы изучите определение этого слова, то это могут быть вот мы все, которые являемся солью и светом в этом обществе. Когда мы людям напоминаем о морали, напоминаем о божественных принципах, напоминаем о Божьей истине, и говорим людям, люди добрые, куда катится мир? Вернитесь к Богу, вернитесь к Божьему Слову. Вот почему там написано, если можно вернуться, желаю, чтобы вы пророчествовали, лучше, чтобы вы пророчествовали. Вы понимаете, вы, то есть все мы, я не стыжусь благовестия, я не стыжусь, я готов говорить, и для кого-то ваше слово, оно и прозвучит, как пророческое слово. Вот почему, друзья, здесь важно видеть, что Бог может говорить очень широко, может использовать разные методы, Бог может употребить любого человека, который будет говорить нормальным языком, понятным, но это будет для кого-то, как пророческое слово. И здесь важно разделить, есть дар пророчества, это вот то, что написано, все ли пророки, все ли говорят языками, все ли истолкователи, не все, потому что это особый дар. А есть то, что для всех Писание призывает, вы будьте глашатаями в этом мире. Надеюсь, что мы разобрались. Идем с вами дальше, еще один стих по этой теме пророчеств, 1 Коринфянам 14, 3. Кто пророчествует, тот говорит людям вы, назидание, увещевание и утешение. А кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Итак, друзья, 1 Коринфянам 14, 18. Павел пишет, «Благодарю моего Бога, я более всех вас говорю языками». Более всех вас. Я так предполагаю, это не написано в Библии, когда Павел начал делать некоторые замечания людям духовным, которые делали много, вроде бы, хороших дел, с хорошими, возможно, намерениями. Но Павел начал где-то там тормозить, где-то там что-то делать замечание. Так, ребята, здесь перегибаем. И кто-то, наверное, может подумал, «А, Павел недуховный». Недуховный, на языках не говорит, запрещает. То Павел их говорит, «Ребята, внимание, я больше всех вас говорю языками, если кто вдруг думал, я недуховный». И дальше. «Но в церкви хочу лучше сказать пять слов умом моим». Что значит «умом»? На понятном русском языке. Чтобы других наставить, научить, чтобы была польза, нежели тьму слов на незнакомом языке. Что значит «тьму слов» на незнакомом языке? На ином языке, который никто не понимает. Поэтому, друзья, снова контекст возвращаемся. 14 глава. Это говорение о иных языках. И дальше здесь Павел объясняет, что ради общего назидания в церкви, когда я обращаюсь к людям в домашней группе, в обществе, в церкви, то я буду говорить лучше на понятном языке. Там по-английски написано «чем тысячу слов на непонятном». На языках. То там вопрос не в том, что тебе нужно выбрать квоту, тысячу слов. А главная идея в том, что если ты обращаешься к людям, то делай это на понятном языке. И вот если вы помните, кто давно в церкви Living Stream, вы, наверное, замечали, что я не молюсь на иных языках в микрофон. Почему? Потому что мы с вами только что прочитали. Лучше я скажу несколько слов на понятном, чем чему слов на непонятном. И мы с вами разобрали, что есть разные виды языков. Есть личный вид, да, иного языка для личного назидания. Есть публичный, для общего. Там нужен истолкователь, или нужно молчать, или лучше не говорить тьму слов. Лучше скажи на понятном языке. Вот это то, о чем мы с вами сейчас, друзья, и читаем. Поэтому, кто ведет молитву в микрофон, вот это здесь важно, в микрофон, то ты обращайся на понятном языке, как Павел сказал, для того, чтобы церковь получила назидание. И если вдруг у кого-то возникает мысль, значит, тогда вообще-то в церкви нежелательно молиться на иных языках вообще. Люди не понимают, думают, что вы странные, и действительно есть повод думать, что вы странные. И написано в церкви, если нет истолкователя, молчи, то в этой же главе, чуть ниже спускаемся, и подходим к итогу. Итог делаем. Вот эта глава, подходим к 39 стиху. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Да, друзья, я знаю, что тема немножко сложная, но если вот вникнуть, то можно все разложить по полочкам. И дальше там написано, только все должно быть благопристойно и чинно. А в английском Библии употребляется слово order, order, то есть порядок. Иногда бывает, что человек имеет духовный дар, и он иногда может этим даром духовным злоупотреблять. Например, как интернет. Это может быть очень полезная вещь, но также интернет очень многих может погубить. Как нож, да? Можно резать людей, можно резать хлеб. Точно так же и духовный дар может привнести очень много пользы. Об этом написано в Писании. Не случайно о духовных дарах. Но этот же духовный дар иногда человек может, как говорят, use and abuse, то есть иногда может его неправильно использовать. Вот почему Павел иногда приходит и наводит порядок, подсказывает им. И иногда человек, например, имея какой-то дар, он может, например, это злоупотреблять. Например, имея какой-то духовный дар, может стараться привлечь к себе внимание, может стараться как-то нарушать порядок служения, а может даже стараться иногда управлять церковью. Потому что у меня есть дар пророчества. Например, он так считает. И вот я буду говорить, я буду направлять, и все будут как бы двигаться по моим командам. А Павел говорит, нет, 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 не так будет работать. Написано пророчество, как написано? Рассуждайте. Что еще написано? Испытывайте. Поэтому, если вы читаете что-то там на Viber, где там тысячи пророчеств вам отправляют, то, помните, Писание говорит, испытывайте. Не надо это все как бы проглатывать. Нужно испытывать. Так говорит Писание, чтобы мы это взвешивали. Поэтому, если у кого-то появляется какое-то откровение, то мы в нашей церкви учим, что нужно сначала прийти к служителям, которые ответственны за данное служение, и поделиться этим. И они уже более опытные, они должны решить, это стоит вынести на общую, на общее слушание для всех. Или, возможно, это просто что-то такое общее, возможно, это личное, возможно, не стоит ради этого прерывать служение. То есть, они вот это взвешивают. Написано прочее, пусть рассуждают. Да, вот они и рассудят, насколько это стоит, чтобы его выносить на всю церковь. Итак, друзья, переходим к третьему, последнему нашему пункту. Это знамение для неверующих. Иные языки, как вид знамения для неверующих. Деяние 2 глава, 4 стиха, начали говорить на иных языках. И дальше. Все изумлялись, удивились, говоря между собой, сие же, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие? То есть, они слышали иные языки, и они понимали их. И дальше перечисляется список народностей, которые говорили на разных языках. Видите, вы там читаете Медяне, Парфяне, там Месопотамия, там и так далее. То есть, они на разных языках разговаривали, сошлись с разных мест. И когда случилось вот это чудо в день Пятидесятницы, они заговорили иными языками, то произошло то, что мы называем гласолалия или ксенолалия. ксенолалия. Это вот тот вариант, когда люди понимают. Хотя тот, который сам молится на этом языке, он не понимает. Но вот это вот и чудо, что произошло, которое описано в Деянии, вторая глава. Они понимали иные языки. И здесь, друзья, важно понимать, почему это стало знамением для неверующих. Потому что эти люди услышали их говорящие на иных языках. А о чем они говорили? Не прогноз погоды давали. Они говорили о Боге. Написано о великих делах Божьих. То есть, они стали этими благовестниками, которые несли послание от Бога. И эти люди со стороны слышали, что там произошло. Это было очень явно. Это было шумно. Это было ярко. Это привлекло внимание. Помните, все туда пришли, сбежали, начали... Что здесь произошло? И вот здесь, друзья, они увидели вот это чудо. И как на них это чудо повлияло? Кто помнит? В этой же главе Деяния 2 написано было в конце водное крещение. И кто помнит? Самое, возможно, большое водное крещение в истории. Сколько человек приняло водное крещение там? Громче. Три тысячи. Представьте, мы вчера крестили 54 и чуть-чуть устали. А это три тысячи. Написано, вот Петр объясняет им, что произошло. Написано, люди подумали, они пьяные. Они, наверное, не в своем уме. Так вот, люди со стороны отреагировали, как и сегодня реагируют. Они ненормальные, пьяные. И Петр встает и начинает объяснять. Друзья, мы не пьяные. Это тоже в Деянии 2 описано. Мы нормальные. Это то, о чем Бог обещал. Это было предсказано пророками. Пророк Иоиль об этом писал. И вот оно сбылось. Христос говорил, не уходите, не отлучайтесь от Иерусалима, будете крещены Духом Святым. Первая глава Деяний. А как это будет? Перелистываем страницу. Вторая глава. Вот как оно будет. Они заговорили на иных языках. Вот как оно произошло. И вот он это все им объясняет. Он им проповедует. И когда эти люди услышали вот это на своем языке, понимая, что эти люди его не изучали, они были просто в изумлении. Вот это да. Вот это реально знамение от Бога. Вот почему они обратились к Богу. Вот почему они покаялись. И, конечно же, это явление, оно не часто происходит, но оно происходит и сегодня. Вы знаете, что если вы читали книги о миссионерах, то есть, я думаю, вы найдете подобное свидетельство, где миссионеры приехали в какое-то племя африканское, не зная того языка. Через переводчика пробовали как-то им там проповедовать. А потом была просто молитва. И вот эти миссионеры молились на иных языках. И когда они молились на иных языках, эти дикие люди с этого племени говорят, а как вы знаете наш язык? Они говорят, мы вообще вашего языка не знаем. Так вы же нам об этом Боге вашем рассказываете на нашем языке. Они говорят, мы его вообще не знаем. И вот этих людей настолько приходит вот это чувство, воу, ну это же просто невозможно подделать по-человечески. Как это? И они не просто говорят на какую-то попала тема. Тема одна. О Боге. Весь спасение. Благовестие. На ином языке. Но для них этот язык понятный. А для того молящегося это иностранный иной язык как дар. Третий вид иных языков. Дар иных языков как знамение для неверующих. Еще один пример в нашей церкви, в нашем городе есть церковь Нью Лайф называется. И там бишоп Пол Зинк он поделился свидетельством, которое вы можете найти на YouTube, как однажды он проповедовал в своей церкви. Потом закончил проповедь и начал молиться на иных языках. И в их церкви в то время было нанято security. Охрана или для порядка была нанята одна женщина. И она была африканка. Большая компания ее наняла, она была новая, она попала вот в это общество, в эту церковь, просто как на работу, как просто сотрудник. И в конце, после служения, вдруг она прорывается в офис пастора, уже когда все закончилось. Ее там ашеры пытаются спросить, кто ты, зачем, что тебе нужно. Пастор услышал этот шум в коридоре и вышел поинтересоваться, что там происходит. Выходит и говорит, женщина, а что вы хотите? А почему вы, такая срочность, почему вы так напористо пробиваетесь ко мне в офис? И она говорит, я хочу вас спросить, откуда вы знаете суахили? Суахили это африканский язык. Он говорит, я не знаю суахили. Она говорит, ну как вы не знаете? Вы, когда там стояли, молились на иных языках, вы говорили на моем языке. И вы говорили, что это место, оно сейф, безопасно. в этом месте ты можешь лично встретиться, встретить Бога. И вот это вот послание, его простая молитва на иных языках, для этого человека из Африки это было знамение. Это было чудо. Она не могла себе объяснить, как это работает. Вы представляете, какое влияние это имеет на неверующих людей? Еще один пример. Петр Пипченко у нас был здесь в гостях неоднократно, я думаю, вы его помните. И он рассказал историю, как одна сестра из их церкви вышла замуж за мексиканца и переехала в Мексику. Туда приезжали миссионеры, началась там церковь, и был там один человек, который был такой как-то скептик, очень с подозрением туда посещал, местный мексиканец. И всегда у него, знаете, всегда есть такие люди очень такие яро, или так скажем, настроены, сразу скептически, негативно. И вот однажды в эту церковь приезжает кто-то из родственников, не помню точно кто, как визитор, посетитель. И идет служение, потом идет молитва, и этот вот посетитель начинает просто молиться на иных языках. В конце к нему подходит вот этот, как вы думаете, кто? Скептик, да, вот этот человек, который все ставит под вопрос и говорит ему, откуда ты знаешь испанский? Он говорит, я не знаю испанский. Да ну ты шутишь, ты где-то учил испанский. Свидетели говорят, нет, я не знаю испанский. Когда ты молился, ты в молитве говорил о своем Боге, ты в молитве говорил слова, которые я понимал. Вы представляете, как захвачено внимание? Вот то, что Писание называет знамение, это знак, знак. Вот когда вот этот знак произошел в день Пятидесятницы, знамение иных языков, то знак это еще не конечная цель, знак дает направление. Вот произошло знамение, сошествие Духа Святого, начали говорить на иных языках, все-таки в шоке, что это? Пойдем посмотрим, а там знак, знамение. А знак их направляет раз к Петру, а Петр объясняет раз вот что это. И потом написано, их это пронзило, как по-русски написано, изумились, да, сердцем, пронзило их сердце. Поэтому иные языки для некоторых это знак, вау, знак в сторону Бога, в сторону Библии. А, значит, что-то такое есть в Библии? Да, в Библии. Значит, это не просто сумасшедшие люди, это в Библии есть. И вот этот знак их направляет дальше к Богу. И вот это, сегодня этот человек, там диакон той церкви мексиканской. Слава Богу, давайте скажем, что и сегодня, друзья, я не зря упоминаю эти имена, чтобы вы понимали, что это не просто 2000 лет назад, а и сегодня это тоже работает. Поэтому, в заключение я хочу просто благословить вас и прочитать еще один текст 1 Коринфянам 14, 22. Итак, языки, суть знамения для, не для верующих, а для неверующих. Кажется, как? Это, оно же непонятно и странно. Вот почему-то Бог в Священном Писании использует такую методику и в истории христианства и сегодня, как знамение для неверующих людей с целью благовестия, донесения им этой вести спасения. Ну и, конечно же, я надеюсь, что эта проповедь вам дала две вещи. Первая, помогла вам разобраться или внесла ясность, что есть разные виды иных языков. Личные, общие, когда молчать, когда говорить, что говорить себе, что в микрофон. И также я надеюсь, что это пробудило в вас жажду не останавливаться на достигнутом. То, что вы знаете, то, что вы, может быть, думали или понимали. я вас вдохновляю к личному глубокому изучению Писания. Все, что сегодня мы читали, тексты Священного Писания, вы можете дома перечитывать, углубляться, изучать. Я надеюсь, что у вас это возбудит жажду о духовных дарах, которые Бог предлагает людям и сегодня для церкви, для созидания, для устроения церкви. церкви. Будьте благословенны, друзья. Пользуйтесь этими всем, что предлагает Писание. Будьте благословенны, ищите, и вы найдете. Аминь.